Домашний музей Фурката Бычебаева расположен в гараже рядом с домом, потому что работа по созданию таких экспонатов шумная и хлопотная, с металлическим хламом и сварочным аппаратом. Никогда не был сварщиком, взял в руки держак сварочного аппарата и решил отремонтировать лопату. Получилась физиономия Горянки. По-моему, все-таки Горянка. Имени у нее нет, никто ее никак не назвал. Ну и Лихаби до начала пошло, поехало. Только присмотревшись к экспонатам, можно увидеть, что они действительно собраны из металлических отходов, вещей, отслуживших свой век. А пропорции животных, птиц соблюдены и получились натуралистично, хотя автор не имеет специального художественного образования. Он учитель русского языка. Невозможно назвать отходами вещи, которые пробуждают фантазию человека, как это случилось с Фурхатом. Сначала он находит предмет, а затем уже получает видение, что из этого можно сделать. Так родилась птица Феникс из пустого снаряда. Птичка из полой гранаты. Гвозди превратились в ставшие дыбом волосы. Зубы из подшипников смотрятся, как настоящие. У барана рога из сенокосных коз. Баллоны для заправки кондиционера послужили остовом майского жука. Центр этой необычной экспозиции – лошадь. Удивительное дело. Сломанные ложки, запчасти мясорубки, остатки сельхозтехники, велосипедные цепи. Мастер сложил фантастическую и вместе тем вполне реалистичную фигуру. Размеры снимал рулеткой с живой лошадки, которая бегала у нас в Анапском районе. Она и до сих пор жива, дай бог ей здоровья. Железным творчеством Фурхат Бочебаев занимается два года. Утилитарные скульптуры сделал совсем недавно. Например, ладья открывается и становится мангалом. Друзья спрашивают, а для чего ты это все делаешь? Ну вот, теперь хочу показать, что вот с помощью этой садовой скульптуры можно еще и мясо испечь. То есть это одновременный мангал. Ну, мангал, мне кажется, тоже должен быть красивым. Вечным мангалом может служить пуленепробиваемый бак для заправки танков, ставший к тому же туловищем оленя. А некоторые вещи, найденные в металлоломе, Фурхат не переделывает, просто хранит, как музейные экспонаты. И они того стоят, как эта табличка позапрошлого столетия или весы с клеймом завода царских времен прошлого столетия. Свечной фонарь с клеймом Санкт-Петербургского завода тоже столетней давности. Весь металлолом, который идет на мои изделия, я собираю в основном по пунктам приема металлолома. На самом деле это клондайк. Там такие вещи уходят в переплавку, что просто сердце кровью обливается. Вещи, видевшие войну, вещи, видевшие революцию, вещи, видевшие людей, которых уже сотни лет нет в живых. А мы все это выбрасываем, мы проходим мимо. Редко кто из тех, кто работает на пунктах приема металлолома, может отложить или просто обратить внимание. Для них это просто средство заработка. Все это уходит мне. Жалко. Пока с этой интересной и познавательной экспозицией знакомятся только соседские ребятишки. Но она могла бы стать украшением ландшафта, сада, парка, сквера и достойной галереи.